Евгений Старухин. Лесовик. Книга пятая. Хранилище. Текст читает Олег Кейнс. День первый. Ну вот и неделя уже прошла с того момента, как я твердо решил, что завтра пойду в хранилище. Каждый день что-то мне мешало. То одно, то другое, то третье. То меня в реале задерживали для прокачки моего вестибулярного аппарата и общей устойчивости в позе буквы ЗЮ. То в виртуале готовил пищу на предстоящее время отлучки. Своими достижениями в реальности я по праву могу гордиться. Сейчас мне уже вполне свободно удается стоять на деревяшке, положенной на один бильярдный шар. Только после этого меня начали учить уклоняться от резиновых мячиков. Надо сказать, мячикам далековато до камней в плане причинения боли. Но даже они оставляли иногда на моем теле синяки. А вот благодаря моей капсуле, что является супер-пупер-секретной разработкой, синяки эти проходили после стандартного моего четырехчасового сна. Когда я впервые это заметил, то и глазам своим не поверил. Позвонил даже Амвросию Адамовичу и поинтересовался у него. Он мне популярно объяснил, что делиться сведениями об этом ни с кем не стоит, ибо это коммерческая тайна корпорации, разглашать которую он, конечно же, не планирует, и мне лезть туда не следует. Но прозрачно намекнул, что дело тут в специальном геле, закачиваемом капсулой после погружения в нее, и в самом ее функционале, который настроен на всяческую обработку тела клиента. Тут тебе и массаж с особым вниманием к пораженным участкам кожи и мышц, и периодическая вибрация по всей поверхности тела для предотвращения образования пролежней и усталости, и комплексная настройка на уделение особого внимания отдельным частям тела, причем это делается на основании диагностики, проводимой тут же. Кроме того, гематомами и царапинами воздействие не ограничивается, и она может залечить даже более серьезные раны, так как регенеративные возможности геля просто поражают воображение. «Разве что от старости не лечат», — взгрустнув напоследок, закончил Амвросий Адамович, после чего, попрощавшись со мной, повесил трубку. «Да уж, капсула мне досталась серьезная. Но я об этом и так подозревал. Еще когда про нее заливался соловьем толик. А вот использую я ее, как-то слабовато. Надо поднапрячься и прикидывать больше усилий в обучении. Да и не только в реальности, но и в виртуале тоже. В Альтмире, кстати, все было гораздо хуже. Лицо заявил, что вряд ли я из хранилища выберусь раньше, чем через неделю. И значит, должен наготовить им еды на неделю вперед. А поскольку в игре я был не так часто, как обычно, в связи с подготовкой в реальности, то в виртуале я только и делал, что готовил. Результатом этого стала подросшая на два пункта профессия повара, и теперь уже потихоньку заполняются процентики на первый пункт мастера в данной специальности. И на мой взгляд, будет весьма солидно, когда достигну этого рубежа. А что, быть мастером-поваром реально круто, как мне любезно пояснил Серано. Меня могут даже принять на постоянное место работы в некоторых игровых ресторанах. Не во все, конечно, но в некоторые точно возьмут. И ведь сколько я не готовил, угнаться за желудками и ртами этих проглотов все равно мог только с огромным трудом. Мне понадобилась целая неделя, чтобы приготовить еду на лишнюю неделю вперед. Но это ж ни в какие ворота не лезет. Только разок мне удалось отлучиться в волшебную рощу спящих для снятия проблем тоски по лесу. После чего, получив уже знакомый дополнительный эффект, поколотил жилу несколько часов. Не слишком много я потратил времени на прокачку в последнее время в виртуале. В общем, эта неделя не принесла существенных бонусов мне в виртуальном мире. Эти пресловутые плюс два к повару дали восемь пунктов к здоровью. Также по единичке приросли выносливость и сила из-за моего ударного труда на жиле под бафом от рощи спящих. Кроме того, прошло уже три недели со дня изготовления костюма, и он теперь поглощал всего 49% моих характеристик. Но заклинаниями меня било по-прежнему исправно, и сопротивляемости магии за неделю могли бы прибавить неплохо, если бы я появлялся в игре почаще. Но поскольку бывал я в виртуале редковато, то за неделю они выросли только на 22 пункта. А сопротивляемость огню и вовсе на 21. Все это, в совокупности, прибавило мне 12 пунктов к мудрости. Это, пожалуй, мое самое главное достижение. Хоть я старался прыгать и во время добычи руды на жиле, и во время готовки, моя задранная в небеса ловкость приросла всего на единичку. К тому же, только лишь потому, что ей оставалось 16% до нового пункта. В общем, какой-то моей заслуги в развитии виртуального персонажа не было, только костюм за меня впахивает, регулярно долбя магией. А я так, бесплатное к нему приложение. Немного обидно себя воспринимать никчемностью, но ведь это правда, чего греха таить. Но вот сегодня... Сегодня я иду в хранилище. Мою дикую радость слегка омрачал вчерашний разговор с мастером Гронхельмом, который появился в пещере по поводу дел своей печатной мастерской и хотел посовещаться со мной по этому поводу. У меня же к нему был только один вопрос. «Мастер, я завтра иду в хранилище. Подскажите, пожалуйста, как снять этот обучающий доспех?» «Бе-е-е-е-е-е». Гном как-то стушевался и, немного помявшись, ответил. «Вообще-то никак. До окончания обучения никак. но как только пропадут эффекты понижения статов, он сразу же снимется. Иными словами, из этого костюма я не выберусь еще пятьдесят дней? Ну, откровенно говоря, да. Но есть и приятная новость. Какая же? Эффекты от камней сохраняются до тех пор, пока не выполнят свою работу до конца. Да. То есть до трехсот. Ну да, правда замечательная новость. Как я его не убил после этих замечательных новостей, даже и не знаю. Но оттаскивали меня от него эльфы. Когда ко мне вернулась возможность здраво соображать, гнома уже и след простыл. Так я и не узнал, чего он хотел, но желание его прибить осталось. Кроме того, я решил все равно пойти в хранилище, ведь доспех действовало уже только на пятьдесят процентов вместо семидесяти. Ну и терпение мое совсем закончилось. Целую неделю не вылезать из готовки, оно у кого угодно закончится. Легкий завтрак в реальности из свежесваренного киселя и воздушных булочек. Николай, как всегда, на высоте. И в капсулу. Вход. Лицо меня уже поджидал. Ну что, идем? Или может еще денек повременишь? Идем. И так уже целую неделю откладывал. Как знаешь, но не говори, что я тебя не предупреждал. Легко там точно не будет. Остальные мои друзья напоследок пожелали мне успеха. Хрюша потерся об меня боком, даже несмотря на удар магии жизни. После чего сказал мне вернуться с полным ртом желудей. Видимо, какое-то кабанье пожелание удачи. Серано, Бармаклея и даже Грумбараш, посмотрев на Хрюшу, тоже полезли обниматься. Досталось всем. Магия костюма обнимашек не прощает, но никто в обиде не был. Напоследок меня заверили, что будут следить за моими приключениями из какого-нибудь бара. Но вроде со всеми попрощался, можно и отправляться в неизведанное. Напоследок даже безликие, вставшие с троем перед выходом, дружно мне кивнули. Вот этого я как-то совсем не ожидал. Парни тоже хотели пожелать тебе удачи. Цени. Лицо уже в который раз завязал мне глаза и повел неизвестными путями в неизвестное место. Плутали мы не меньше часа. По пути я попытался разговорить эльфа и выяснить непонятный для меня момент. Слушай, Лицо, а ты ж вроде как собирался меня подготовить перед походом в хранилище. Говорил, что спящие тебя пришибут, если ты меня отправишь туда таким малохольным. Я ошибался. Мне это популярно объяснили спящие. Они же мне прямо сказали, что любое мое вмешательство в твою подготовку к походу неприемлемо. Максимум, что они могут мне позволить, это разрешить вмешаться советом, если ты его попросишь. Но ты не попросил. Потому сам ты во всем виноват, а я был скован по рукам и ногам. Так что в своей плохой подготовке можешь винить только себя. Да когда же мне было спрашивать, если ты меня к готовкой напряг по самое не балуйся. Много времени для пары вопросов не нужно. А раз ты не озаботился таким простым действием, то сам и виноват. Да, вот и поговорили по дорожке. А тут и наш путь подошел к концу.